Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов, и это обзор на игру Ascura Second Shadow. Это вторая часть знаменитого платформера для мобильных устройств, и давайте посмотрим, что же нам разработчики приготовили в этот раз. Но скажу сразу же, так как я уже поиграл в эту игру, она достаточно достойная и интересная, не менее интересная, чем была первая часть. Ну что ж, давайте посмотрим, наверное, на первую миссию, может быть, еще чуть-чуть поиграем и во вторую, но начнем, наверное, с той миссии, с которой я уже полностью ознакомлен. Итак, мы появляемся в каком-то непонятном месте. И да, если вы не знакомы с первой частью, данная игрушка по своей, наверное, атмосфере и стилистике немножко напоминает другие игры, не буду называть какие, которые тоже выполнены вот в таком вот темном стиле. То есть это словно тень, тень вашего героя, которую вы управляете. А мы играем за какого-то чудика, который несет огонь в своей руке, и ему нужно его куда-то донести. Что он умеет делать? Он умеет прыгать и умеет замедлять время. Причем, чтобы замедлять время, вам необходимо также накапливать вот эти вот кристаллики, и тогда у вас не будет совершенно никаких проблем. Конечно, я сейчас вам продемонстрирую, как это замедлять время, и что здесь вы еще можете делать. Здесь вы можете взаимодействовать с некоторыми объектами. Например, вот с таким вот камнем вы можете его столкнуть для того, чтобы пройти вперед. Так, вам нельзя ни в коем случае накалываться на различные шипы. Вам необходимо собирать все шестереночки и уворачиваться от различных вот таких вот злодеев, которые здесь имеются. Например, вот этот непонятный то ли олень, то ли какой-то леший будет пытаться вас поймать. Но вам нужно его обмануть, собрать шестереночку и пройти мимо него, чтобы он вас ни в коем случае не тронул. Хорошо, что мы можем делать двойной прыжок. Так, я вам обещал показать, как же действует замедление времени. Сейчас я вам это покажу. Идем дальше и применим его, наверное, прямо сейчас. Сейчас прыгаем, замедляем время. И в замедленном времени вы можете двигаться намного быстрее. И также уровень меняет немножечко свой цвет и свою атмосферность. В этот раз я прошел только на 3 звезды, несмотря на то, что в первый раз я все-таки на 4 прошел. Что нужно сделать, чтобы пройти на 4 звезды? Во-первых, собрать все кристаллики, собрать все шестеренки. Далее уложиться в отведенное время. На 3 секунды я не успел. И чтобы было 0 смертей. Но, собственно, у меня было их 0. Поэтому в этом все... с этим все в порядке. Ну что ж, давайте теперь отправимся в следующую миссию. И посмотрим, что же нас ждет там. А думаю, до полной картины это будет, наверное, самое хорошее. Здесь у нас появляются новые враги. Вот такие какие-то непонятные бобики. Которые нас сразу же убили в самом начале. Так, ну ладно, попробуем сейчас еще раз. Останавливаем время. Проходим мимо него и ура! Да, у нас получилось. Так, здесь есть какой-то камешек. Давайте попробуем его уронить. Или нам это не нужно? Так, снова этот чудик. Похожий на какого-то колобка, ежика или на кого-то еще. Но в этот раз у нас получилось его быстро перехитрить и пройти дальше. Так, вау-вау-вау-вау-вау! Пацаны, полегче! Так, здесь какой-то портал. Давайте попробуем в него попасть. Есть, мы в портале. Я думаю, здесь спрятана еще одна либо шестереночка, либо же что-то еще в этом духе. Да, я был прав. Вот она, шестереночка номер 2. Итак, мы возвращаемся назад в игру. И здесь нам что нужно будет сделать? Угробить вот это чудище. Так, сейчас мы это попробуем сделать. А-а-а! Обидно! Потому что на чудище не действуют вот эти вот камни, гравитация и прочее. То есть мы не смогли его победить, и нам придется играть с точки возрождения. То есть мы потеряли драгоценные секунды, мы потеряли жизнь, и теперь у нас 4 звезды за этот уровень, к сожалению, вряд ли будет. Ну что ж, давайте попробуем замедлить время и пройти дальше. Вот так вот я совершенно спокойно смог его обойти, не используя даже тот камень. Игрушка, на мой взгляд, просто отличная, великолепнейший платформер. Очень рекомендую вам в него поиграть. Я думаю, вы не пожалеете. Хотя, наверное, вы и сами об этом уже знаете и понимаете. Игра особенно понравится тем, кто играл в первую часть. И это просто как подарок от разработчиков, то, что вышла вторая часть. Я ничего не слышал о том, что вторая часть разрабатывается, и поэтому был приятно удивлен.